Разогреваться на обновленном стадионе Ленина гости начали ранним утром, задолго до открытия. На дорожки вышли и 17-летние сестры Локтионова из Курска. К этому дню они готовились серьезно, ежедневно пробегая перед уроками по 10 километров. Без друг друга мы вообще даже ездить не можем, там одной травмы, все, вместе едем. Мне даже не обсуждается, тренер тоже всегда за, чтобы только вместе. Бегаем мы почти одинаково, даже вот результаты, секунды может какие-нибудь различаются. Сегодня близняшки выйдут на дистанцию в 5 километров. Спортсменки уверены, легкая атлетика – самый тяжелый спорт, но он того стоит. Просто доползаешь до этого финишная линия, когда ты пересекаешь, и тебе кричат, ты улучшил свой личный результат. Это непередаваемо. Ради этих секунд так живут, по-моему. Легкоатлетических соревнований такого уровня «Орел» не видел давно, признается главный судья. Нечто подобное в последний раз было в далеком 85-м. Теперь мы имеем современный стадион с хорошим покрытием, с прыгучей дорожкой, с прыгучими секторами. И это настоящий праздник. Достижений долго ждать не пришлось. Их зафиксировали почти сразу после открытия. Несколько результатов показано выше нормативов мастеров спорта. Я считаю, что это очень-очень хороший показатель. И учитывая то, что еще только-только начало летнего соревновательного сезона. Соревноваться будут четыре возрастные группы. Юноши, юниоры, молодежное первенство и взрослые. Лучших из них ожидает путевка уже на первенство России. Уже 12 июня у нас будет соревнование в Казани. Это как бы репетиция перед универсиадой. Там будет первенство России среди 94-95 годов рождения. Орловские спортсмены успели завоевать награды уже в первых забегах. Эта медаль отправилась в копилку Ивана Коржова за результат, показанный на 400-метровке. У меня был главный соперник. Но, как видите, оказался я сильнее. Все решает воля к победе. Волю к победе у участников будут проверять в течение двух дней. Итоги подведут в четверг.